Привет, студент! Многие считают, что отсутствие новостей уже хорошая новость, а я уверена, что студенческая жизнь невозможна без постоянного потока новостей, которыми тебя обеспечит команда Универ Ньюз. С тобой Петрова Дарья и сегодня ты увидишь. Мы наведем здесь порядок. Казанские студенты очистили пляж Локомотив. Специалисты нужны везде. В КФУ прошел международный чемпионат по решению кейсов в области нефтегазового дела. Олицетворение души татарского народа. В КФУ открылись тукаевские чтения. Институт международных отношений, историй и востоковедения КФУ оптимизирует свою структуру, а Институт физики сделает акцент на биофизике. Речь об этом и многом другом шла на минувшем заседании ректората КФУ. Подробности в нашем следующем сюжете. Очередное заседание ректората Казанского федерального стало наглядной иллюстрацией давно известной семьи истины о том, что награда всегда находит своих героев. Спустя два года сотрудники университета получили награду президента России Владимира Путина за вклад в проведение Олимпийских игр в Сочи. Все те люди, которые сегодня были награждены, часть наших коллег до того получила аналогичные поощрения, они сделали достаточно много для проведения этих больших мероприятий. Кто-то готовил волонтеров с утра до вечера, кто-то потом отрабатывал с ними. То есть все эти люди были задействованы. Многие готовили спортивные наши площадки, деревни-универсиады, где по большому счету находились наши гости. Также на заседании ректората обсудили грядущие изменения в структуре подразделений КФУ. Уже в ближайшее время сократится число кафедр в Институте международных отношений, истории и востоковедения. Это связано с оптимизацией института под поставленные перед ним задачи. А вот в составе института физики со следующего года не будет кафедры технической физики. Будущих техников теперь будет готовить инженерный институт, который, кстати, в ближайшее время ждет еще и ребрендинг. Обсудили на ректорате и эффективность структурных подразделений в продвижении КФУ на международной арене. На что хотелось бы обратить внимание. То есть если по преподавателям, поскольку мы составляем сейчас общий рейтинг, заполняемость, она поднялась. Но, несмотря на это, вы видите, есть и определенные резервы. По студентам мы не можем этим похвастаться. Не оставили без внимания и вопрос в подготовке к проведению ILA-2016. Казанский федеральный, как один из основных организаторов, готовит для участников набор памятных сувениров. Кто в него войдет, пока еще только предстоит решить. Но одно понятно точно. Сувениры Made in KFU будут не только на память, но и на пользу. Александр Александров, Роман Самарин, Руслан Уразаев, Универньюз. У каждого народа есть поэт, миссия которого стать олицетворением души народа. В Древней Греции таким был Гомер, в Средневековой Италии Данте, в Англии Шекспир. А для татарского народа таким поэтом стал Тукай. В честь 130-летия со дня рождения великого поэта в KFU проводят ряд мероприятий. Подробнее смотри в следующем сюжете. Габдулла Тукай Практическая конференция под названием «Тукаевские чтения». В этом году мы отмечаем 130-летие Капула Тукая. И вот именно посвящая этому юбилею мы думали проводить конференцию для молодых ученых и аспирантов, и студентов. Такие конференции стимулируют наших студентов к науке. Они уже с студенческими скамей, знакомятся с наукой, они готовят свои выступления научные. Конференция организована совместно с Арским педагогическим колледжем, Союзом писателей Республики Татарстан и Литературным музеем Габдуллы Тукая. Всего было подано 130 работ. Участвуют молодые ученые и студенты не только из Татарстана, но и из Башкортостана, Удмуртии, Тувы. Эта конференция очень важна для меня, так как я тоже принимаю в ней участие. Я написала статью на тему особенностей перевода стихотворных произведений Габдуллы Тукая. И в своей статье я сравниваю стихотворение Габдуллы Тукая на татарском, русском и турецком языках. Мероприятие продлится до 15 апреля. Все работы, которые участвовали в конференции, будут изданы в специальном тематическом сборнике. Отделе Валеева, Руслан Урозаев, Универньюз. Каждому студенту интересно, где можно пройти практику, куда устроиться работать по специальности. Университет проводит не одно мероприятие, чтобы ответить на эти вопросы. Продолжение о прохождении практик и стажировок студентов в сфере нефтегазового дела смотри сейчас. Впервые в КФУ прошел отборочный этап международного чемпионата по решению кейсов в области нефтегазового дела. А международный он, потому что чемпионат стартовал в КФУ и одновременно еще в 37 вузах России, а также Казахстане и Монголии. На сегодняшний день многие предприятия, в том числе и нефтяные отрасли, нуждаются в специалистах-инженерах, которые способны мыслить нестандартно и предлагать новые методики развития. Именно поэтому представители нефтегазовых компаний заинтересованы в проведении таких мероприятий в ведущих вузах России. На сегодняшний день проблема с кадровым резервом для нефтегазового дела и для геологии очень серьезная. Это знают и в правительстве, особенно в вашем правительстве, Республике Тазарстан и в правительстве Российской Федерации это известно. И поэтому для того, чтобы стимулировать обучение студентов в квалифицированных кадрах именно для такой ведущей промышленности в стране проводятся вот эти международные чемпионаты. Принять участие в чемпионате решили студенты разных курсов КФУ. Главной задачей участников стало предложение наиболее эффективных методов решения по энергосбережению, по снижению затрат при работе на месторождении. Думаю, что это нам поможет и при трудоустройстве, это поможет нам при улучшении наших знаний по специальности. Ну то есть одни плюсы для этого участия. Мы получили огромный опыт, именно не тот, который дает университет, а тот, который ты можешь получить только своими силами. Возможность посмотреть, какие мысли и идеи выдвигают наши соперники. И в основном, мне кажется, будет разнообразие идей, которые будут интересно посмотреть, что вообще, какие идеи рождаются у людей. Самые креативные идеи студентов КФУ будут представлены победителями на фен. Учеба в этом году может начаться 1 октября. А вот татарский праздник Сабантуй, наоборот, перенесли на более раннее время. Подробности узнаешь в нашей постоянной рубрике «Веб-Ньюз». В Казани 15 апреля состоится концерт знаменитого виолончелиста Марка Дробинского. Музыкант, которого критики называют демоном виолончели, выступит на сцене Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева совместно с Казанским камерным оркестром «Ля Примавера». Высшая школа «ИТИ СКФУ» приглашает на день открытых дверей 24 апреля. Старшеклассникам и их родителям расскажут об изменениях в приеме и направлениях обучения в высшей школе. Депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект о переносе учебного года на 1 октября. Парламентарии считают, что решение благоприятно скажется на развитии внутреннего туризма. Впервые за 25 лет в России выросли продажи книг. Об этом рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Он также подчеркнул, что Россия регулярно занимает четвертую строчку в рейтинге издания книг в мире. Нижнекамцы хотят пригласить на 50-летие города башкирского Джастина Бибера. Певец и композитор Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, лидер по заявкам горожан, которые сейчас активно выбирают музыкальный подарок на день рождения города. Президент Республики Татарстан Рустам Мениханов перенес празднование Сабантуя на более ранний срок. Татарский национальный праздник пройдет не 9 июля, а 28 мая. Рубин по окончании сезона расстанется почти с десятком футболистов. Решение расстаться с целой группой футболистов прежде всего связано с оптимизацией бюджета клуба в условиях экономического кризиса. С 20 по 22 апреля на базе Казанского государственного института культуры пройдет третий всероссийский фестиваль короткометражного кино-телефильма «Иди и смотри». Трехдневные мероприятия будут включать в себя просмотр кино, встречи с создателями и мастер-классы. Мирза Махмутов – талантливый ученый и исследователь проблем, связанных с обучением детей и подростков. Шестые махмутовские чтения открылись недавно в Елабуге. Проведение конференции в стенах Елабужского института КФУ не случайно. Это единственное структурное подразделение университета, в котором реализуется классическая модель подготовки учителей. Тем более, что здесь студентам уже даются азы теории Мирзы Махмутова. 12 апреля в Елабужском институте КФУ состоялось торжественное открытие крупного форума шестых международных махмутовских чтений. Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения уникального ученого-педагога, основоположника теории проблемного обучения Мирзы Исмаиловича Махмутова. В этом году международные махмутовские чтения впервые проводятся на площадке Казанского федерального университета, вобравшего себя лучшие педагогические традиции старейших учебных заведений республики Казанского и Елабужского педагогических университетов. После пленарного заседания состоялось открытие лаборатории проблемно-ориентированного образования имени Махмутова. В современном лекционном классе подготовили специальную музейную экспозицию. Здесь же состоялась презентация виртуального музея-библиотеки академика Махмутова. Лаборатория – это самое главное. Даже музейная комната важна, но лаборатория – это самое главное. Потому что мы эту лабораторию, всех здесь учеников много, мы ее будем насыщать. И в ней будут студенты заниматься. Я довольна и благодарна Елабужскому педагогическому институту. Они сделали не только умно, они сделали с душой. В течение трех дней форума будут работать тематические площадки, круглый стол с ведущими специалистами проблемно-ориентированное образование в современном мире, а также пройдет научно-методический семинар, посвященный инновации и традициям в современном школьном образовании. В чтениях примут участие около 200 молодых исследователей, учителей, заслуженных деятелей науки и культуры. Диана Вакян, Динара Алмагомбетова, Айдар Салихов, Универньюс. День космонавтики Прошедший день космонавтики является настоящим праздником триумфа науки. В каждом ВУЗе отметили его по-своему. Что приготовил своим студентам Казанский федеральный университет, смотри в нашем следующем сюжете. 12 апреля вся Россия отмечала День космонавтики. Казалось бы, история праздника давно всем известна. Однако всегда найдутся вопросы, которые пока что не имеют ответа. Особенно, когда эти вопросы касаются космоса. В Казанском федеральном прошел семинар, на котором студенты и преподаватели Института физики и Института фундаментальной медицины и биологии КФУ совместно с докладчиками широко раскрыли тему космоса. Обсудили космическую медицину и проведение научного исследования космической пыли. Над которой, кстати, в КФУ уже идет большая работа. Ну и, конечно же, не обошлось без астрономии. Мероприятие, носящее междисциплинарный характер, был проведен в КФУ впервые. И теперь будет проводиться регулярно. Такие события мы не должны забывать, пропускать мимо. И в этом году мы решили сделать необычный семинар междисциплинарный. В этом году в таком формате оно первый раз происходит. Я думаю, что мы будем такой формат наращивать, в следующий год еще кого-то приглашать. А ты готов сделать доброе дело? Тогда не сиди дома, приступай прямо сейчас. Ведь для хорошего поступка всегда найдется и время, и место. Советую брать пример с героев нашего следующего сюжета. Весна уже вступила в свои права. А это значит, что настало время традиционных субботников. Студенты разных вузов и СУЗов в Казани, не дождавшись выходных, добровольно открыли праздник труда немного раньше. Работа их ждала сложная. Привести в порядок от долгой зимы целый пляж локомотив. Что как ни труд сплочает молодежь. Здесь представлены представители разных городских объединений и организаций. Молодежь разных возрастов. От СУЗов до молодых ученых. И очень приятно, что стремление к чистоте, стремление к тому, чтобы сделать Казань лучше, красивее, нас сближает. Вот в этого сила. Для проведения дня чистоты и порядка пляж был выбран не случайно. Ведь 2016 год объявлен годом водоохранных зон в Татарстане. И, кстати, в этом году планируется провести целый ряд мероприятий по сохранению и восстановлению водных объектов и созданию комфортных условий для населения. Большой студенческий субботник – одно из наиболее важных его мероприятий. Локомотив традиционно является излюбленным местом отдыха казанцев, татарстанцев. Поэтому не случайно выбрана эта площадка. Ну и вы видите, какая обстановка. Люди с улыбками, люди пришли как на праздник. Нас это не может не радовать. С самого утра студенческий субботник начался с шумных игр и песен. Многие даже танцевали. А зарядившись прекрасным настроением, они разобрали грабли и пакеты. И взялись за столь нелегкое дело. Но трудности им не страшны. Да, мне нравится, очень весело. Сейчас начинаем собирать бутылки. Потом их зайдем на вторсырье. Мы размялись, потанцевали. Было очень весело. Пляж, солнце, погода хорошая. Почему бы не выбраться на субботник общегородской? Потом на этом пляже будут люди там загорать, приходить купаться летом. То есть нужно, чтобы здесь было чисто. Поддерживать чистоту. Ура! Конечно, убрать такую территорию задача не из простых. Но только не для казанских студентов. Ребята потрудились, не покладая рук. А значит, будет чисто. Аделя Мухаммедшина, Леонард Амлетиаров, Универ Ньюс. На этом у меня все. Не забывай радоваться каждому новому дню и смотреть новости на канале Универс Смотри. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова